Всем привет! В кадре у нас фонарик Nightcore P30i. Это тактический ручной фонарик, работающий от одного аккумулятора формата 21700. Мощный, до 2000 люмен. Ручничок дальнобойный. Управляется он двумя кнопочками. Включается кнопкой сзади. Сзади также у нас присутствует Type-C порт для подзарядки, подключения тактической кнопки. Включается сзади. Ну а режимы уже можно листать с помощью кнопки сбоку. Также есть запрятанные режимы SOS, маячок, ну и строп, который включается только с выносной кнопки. Аккумулятор здесь используется 21700. Фирменный Nightcore он идет в комплекте и подходит только фирменный аккумулятор. Из-за того, что там хитрая система зарядки аккумулятора внутри фонарика. Фонарик весьма дальнобойный. Для 2000 люмен считаю дальнобойность хорошая. И его диапазон использования, я считаю, от 20 метров, ну и где-то до 300 метров. Вот это комфорт. Конечно же, если светить просто в стену леса, то вы будете видеть в первую очередь яркое центральное пятно, ну и боковую засветку. Есть здесь хороший широкий диапазон режимов, от каких-то самых слабых. И, в принципе, для того, чтобы светить вот 200-300 метров, выхватывать центральным пятном. Режимов хватает, никогда не было такого, что я там думал, ой, сейчас бы еще какой-нибудь режим сюда впихнуть промежуточный. Или вот бы здесь было меньше режимов. Листаются они каруселью кликами на кнопку. И это, в целом, не сильно напрягает. И вот сейчас вы видите кадры с примерами работы в различных условиях. Вот 6, 85, 385, 1000 и 2000. В целом, подобраны режимы оптимально. Самый слабенький, шестерочка. Можно там посвятить куда-то под ноги. Что-то такое, ну, в качестве резервного такого вот режимчика. Ну, а так, конечно, по-серьезски никто 6 глюмин использовать не будет. Будут использовать режимы мощнее, посерьезнее. И уже светить куда-то, добивать подальше. Это фонарь вообще такой. В первую очередь, это для загородных прогулок каких-то. Как оружейный фонарь. Я покажу еще всякие крепления на оружие для этого фонарика. Ну, и, конечно, вот при каких-то прогулках, вот если светить в упор, слишком ярко, слишком выделяется центральное пятно. Нужно сбрасывать. В каких-то помещениях тоже может быть ярковато. Небольших там, до 10 метров длиной. В больших заброшках каких-то замечательно. Где можно там на 50 метров светануть. Супер фонарь, вот идеально для этого подходит. Но на расстояние до 20 метров уже с ним не так приятно. Но нужно что-то с рассеянным светом. Вот, какой-то фонарик другой иметь. Например, налобник с рассеянным светом. И вот этот ручник. И вот в паре пойти на ночную прогулку, когда у вас есть налобник с рассеянным светом, для каких-то дел вблизи посветить. И вот такой ручник, чтобы мощно засветить, светануть что-то в кустах и так далее. В первую очередь, это поисковик, дальнобойный фонарь. Во вторую очередь, это тактический подоружейный фонарь. Но, конечно, он тяжелый, здоровый. Кто-то на оружие захочет. Ну, чего-то поменьше. Ну, можно иметь, допустим, на какое-нибудь легенькое оружие, что-то мелкое. Вот у меня, допустим, там Сайга-9. На нее что-то маленькое, компактное. Ну, это пистолет-пулемет. А на какую-нибудь винтовку помощнее, за ситки там на кабана, нужно уже какой-то фонарь помассивней. И по креплениям. Крепления Nightcore выпускаются под разное оружие совершенно. И, собственно, нужно подбирать под ваше ружье крепления. Крепления поставляются отдельно. Но кнопка, она уже идет в комплекте с фонариком. С кнопкой фонарик можно включать, выключать, листать режимы, активировать строп. Умная кнопка. Ну и диаметр головы фонаря. Не пугайтесь. Да, фонарь имеет большой диаметр, но, как бы, ружью не мешает. Фонарь держит воду, но на моем стресс-тесте он протек по Type-C разъему. Там очень хлипкая заглушка, вообще она такая не очень. Вот. А так, в принципе, воду держит, это не повлияло на работу. Фонарь греется, удалось нагреть до 70 градусов, когда несколько раз включал турбо. Но, в принципе, адекватно. Фонарик имеет степдаун, фонарь сбрасывает. Заряжается силой тока 2 ампера, заряжается где-то за 5 часов. Если фонарь разряжается меньше 3 вольт, он просто не работает. Ну и в комплекте все необходимое есть. Вот, в целом, все нормально с комплектацией. То есть, купил фонарь и все ко всему готов. В общем, модель мне понравилась, за исключением того, что нет отверстия для темляка. В комплекте есть вот еще клипса. Нет отверстия для темляка. Ну и то, что не идеально выполнена заглушка на Type-C разъеме. Все остальное, в целом, адекватно. Адекватный ручник на 21700. Размеры корпуса и эргономика в руке отличные. Все, чем хотел поделиться. Ссылочки и дополнительные информации в описании видоса. Смотрите полную версию, кому интересно. Вот сейчас можно перейти. Всем пока!